Давай я тебе, слушай, жука положу рядом. Жук как-то гармонизирует твое личное пространство. Будет рядом находиться и тебе сразу по-другому чайпития пойдет. Слушай, ну это было давным-давно, на самом деле чуть ли не там 2011-2012 год. Просто Илья Бадуров это годный став, то есть это прям вот качество стопроцентное. Тут как раз вопросов гарантия качества и соответственно у меня уже к тому времени был какой-то условный рефлекс. Типа мол ты покупаешь вот чай от Ильи и он сто процентов будет классный. Даже если ты что-то там не понимаешь или например он тебе не нравится чем-то или ну вот не понял чай. Подожди там неделю-две-три и просто попей другого, потом вернись к этому и все. То есть в этом как бы момент, даже если чай тебе что-то там как-то не подходит, это не значит что он плохой. Это значит что просто ну блин, кто-то не любит зеленые, кто-то не любит шены, кто-то не любит поэры там, кто-то что-то, то есть здесь точно так же. Вот и соответственно как бы там через какое-то время уже у меня выработался уже прям условный рефлекс. Типа Бадуров хорошо, знаешь и на удивление как бы оказалось что у очень многих выработался такой условный рефлекс. То есть как бы да, типа ты пьешь чай от Ильи и ты сто процентов попадаешь вот прям в топ, то есть он действительно тот который должен быть. Вот, а плюс еще есть момент вот этот с утесными улунами, по сути у Ильи самый лучший утесный, то есть нет лучше, как мне кажется, как я как бы понимаю, в общественности на постсоветском пространстве найти круче утесников, чем от Бадурова, ну нельзя, просто нет. То есть он там находится, он там именно конкретно посвятил жизнь изучению этому, он там проживает достаточно длительное время, плюс он сдал экзамены на вот этого чайного дегустатора, то есть вот это конкретный, сформированный, грамотный, качественный, профессиональный специалист по утесным улунам, в том числе и по чаю, как бы вот, поэтому вот такие дела. То есть и поэтому, соответственно, как бы уже когда начали этим чаем работать, ну там блин, разница огромная, что-то. Просто ты берешь этот чай там, условно говоря, где-то и берешь этот же чай у Ильи, ты понимаешь, ну тут как бы, да, его не надо. Вот, а Илья, по сути, наверное, может быть чуть ли не первый или один из первых, ну я не знаю, кто раньше, может быть это был, но мне просто неизвестно об этом. Он запустил вот эту вот историю с изготовлением своих собственных чаев, ну, как бы скажем не фабричных, а что-то типа как бы фермерских что ли, таких каких-то крафтовых сейчас есть, такое слово модное, вот. Что вот, мол, как бы типа он начал первый выпускать чаи с каким-то своим собственным там названием, ну или типа как бы очень упрощенно, без даосов, драконов, императоров, что там, ну вот этих всех дел. Плюс с кириллицей. Обязательно. Ну, в том числе, ну, ты скажешь, да, просто начал. Просто доступно и классно. Я думаю, что, возможно, он первый это начал делать, но может быть, вот, и, ну, блин, это очень привлекательно, то есть ты можешь делать такой продукт, представляешь себе, какой кайф. То есть, и причем все твои какие-то творческие задумки, вообще нет вопросов. Делай, что тебе хочется, вот в этом кайф. Вот, и в 2018-м, кажется, году, вот как раз инициатором этого чая стал Виталик. У меня есть такой Виталий, Святой Виталий, Виталик Грек, и там целая куча, да, как бы его именов. Мой друг хороший, вот, и он как прям вот настоятельно начал меня вот в эту сторону двигать и говорит, Дима, надо делать новый чай, давай, как бы, да, ну, то есть там появились финансы, и мы изготовили новый чай. Да, 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 да. То есть до этого думали, но как-то надо было обладать такой, знаешь, как бы именно такой настойчивостью, то есть для того, чтобы переломить этот какой-то барьер своего собственного испула, что ли. Ну, там пойдет, не пойдет. Пойдет, не пойдет, а там налога, да, вкладывать деньги, и как-то, блин, знаешь, ну, это же все равно какая-то, ну, не популярность, а какой-то, ну, я даже не знаю, как сказать. То есть это как бы, типа, то есть по-любому ты выпрыгиваешь как-то из какой-то табыкерки, начинаешь всем говорить, и я вот тот такой. А уже до этого, ну, уже есть люди, которые что-то делают, ну, там, типа, мой чай, то есть, ну, у них это уже все более так вот. Вот, сделали первый чай, он начал разлетаться, и понеслась у нас. Мы на настоящий момент сделали 11 штук полноценных блинов больших, да, с Ильей, то есть конкретно вот 11 блинов вот тара-та-та. А это как выглядит? Это идет коллаборация с Ильей, или там есть какие-то там блины, например, где там 50 на 50, есть которые там 100% твои? Нет, они все 100% мои, то есть, я имею в виду, что инвестируешь. Ну, деньги мои, да. Вопрос какой? То есть, во-первых, уже готова обложка, то есть, как бы, ну, то есть, готово понимание того, какой должен быть чай. Ну, как бы, типа, как вы яхту назовете, так она поплывет. То есть, условно говоря, под там чай-аквариум конкретно Илья искал вот чай, для того, чтобы вот он был чай-аквариум. То есть, не просто хорошее сырье, а вот ему надо было найти конкретно, или там, под Пушкину, условно. Вот, то есть, это раз. Во-вторых, ну, естественно, как бы, он уже понимает, какой должен быть чай. То есть, ну, я как-то его описываю, как-то для него. Как-то вот, я хочу, чтобы он был этот жирный, этот такой, а этот, может быть, больше почки. Раньше, до, как бы, до еще карантина, до тех старых времен, то есть, еще приезжали пробники, и как-то мы еще участвовали в выборе. То есть, тоже могли как-то потренироваться. То есть, Илья показывал, вот там, ну, да, условно говоря, мы еще принимали участие. Аквариум полностью Бадуров сам выбирал. То есть, тут, его надо было просто сделать, и я не мог, ну, ждать вот этого времени. Туда-сюда гонять, там, ну, да, да, сейчас такие вопросы с этой, такие большие сроки с этими всеми отправками, что это, на самом деле, может затянуться очень. Вообще, риски, блин, серьезные, правильно, так вот, по чай-то, мол? Ну, риски везде есть. Ну, я имею в виду, там, вот, ты там сделал партию, да, она же может, там, некачественно доехать, украсть. Именно где-то 150 блинов ради увешания, то есть, вместе вот их просто нету, да, и поэтому тут, поэтому тут просто, вот, как бы, такая вот ситуация, то есть. Сейчас, я буду. Нет, мне просто надо поставить чайник, поэтому это все, я думаю, ты будешь резать. Сейчас. Да, не разогнулся. Да. Вот, и что получается, начали выпускать потихонечку эти блины, то есть, мы как-то принимали участие, пробовали, а тут, получается, мы съездили конкретное колье, как-то, типа, презентовали эту чай, что ли, то есть, что-то, типа, вот, была вот такая вот совместная встреча на Эльбе с первым блином, вот, со всеми вот этими делами, то есть, и, как бы, запустили целую вот линейку этих чаек, вот, и они, они раньше выходили где-то приблизительно, наверное, в 2-3 месяца один, а тут получилось за время карантина где-то у нас там, что-то там подкрутилось, и, прям, вот, такое желание возникло, и, во-первых, обложек стало больше, то есть, какие-то идеи начали приходить, и, отдельно, ребята, мне уже эти обложки, как бы, делают, я их как-то складываю, то есть, типа, на потом думаю, что-то готовое, но я думаю, что-то подождет, что-то, нам, наоборот, тороплю, там, и тому подобное, вот, и сейчас, как-то, типа, уже подошло время, когда эти чаи приходят, то есть, они уже готовы, и они уже, как бы, доезжают, то есть, уже такое, ну, как-то, типа, накопилось их, вот, а плюс к этому есть у нас еще друг, товарищ и брат, непосредственно мой тут, друг, товарищ и брат здесь, который работает тоже, Дима Доктор, который параллельно еще ведет линию под названием Домо, то есть, и вот, Дарума выпускался уже в ней Либадурово, то есть, отдельно, это уже Дима курировал, и плюс, есть еще один новый Бличик, который уже появился вчера, но, ну, я думаю, это позже выйдет, можно его показать, то есть, в смысле, уже, тогда, когда выйдет, вот, это, передали, как сказать, передача, запись, тогда уже, этот чай уже, наверное, появится, вот, старое чайное дерево, это не старый шен, но это шен, действительно, со старых деревьев, ну, может, не гениально старых, тут 400 лет этим деревьям, действительно, очень хороший, качественный чаек, но он появится, где-то, говорю, ну, через неделю, приблизительно, может, через, там, полторы-две недели, то есть, возможно, что передача выйдет, он попадет, может, нет, может, ему времени будет, я вам, думаю, обязательно попробую, это, ну, такой, Обложку сделали чуть-чуть по-другому, не так вот была идея такая, чтобы обложка оставалась вся, была заполнена рисунком. Вот это уже Шен, которым занимался конкретно Дима-доктор, это не с Ильей Бадуровым выпущенный, с другими людьми, которых он нашел. Это как бы отдельное ответвление еще нашего... Те люди, которые делали дорогу. Те люди, которые делали дорогу, да. То есть это отдельный такой прожект. То есть поэтому тут у нас как бы тут уже такие наши внутренние... Ну это же прикольно, уже такой опыт разветвляется, да? Ну у Димы есть как бы свое там видение, он вкладывает что-то свое в чай. То есть я, соответственно, вкладываю свое какое-то. Плюс, естественно, выпуск чая это общение с Ильей, это такие какие-то вот большое количество нюансов, каких-то миллиард каких-то очень прикольных моментов. То есть целью является, судя по всему, не чай, а чай является средством для того, чтобы больше еще как бы коммуницировать. Ну как и, наверное, во всей этой мероприятии. То есть чай прекрасно, но много еще интересней. Про каллиграфию расскажешь, все-таки вот. Ну я так... Вот. Возникло, да. А хочется вот... Да, да. Чтобы люди узнали. Это все идеи, ну я не знаю, ну это все мои такие идеи. То есть я, ну без лишней скромности. Я придумал такую вот историю. Очень жалко, когда люди выбрасывают бумажки от поэров. То есть ну какая-то вот в этом есть какая-то эстетика, красота. И мы действительно стараемся, чтобы они как-то все, ну вот выгодно как-то отличались друг от друга. То есть чтобы не просто было написано чай поэр из Юнания, знаешь. Ну типа поэр. Ну окей, это может быть как какой-то ну арт-объект, оно там один раз работает, но это не интересно. Вот. И Илья до этого вкладывал свои каллиграфии. Там помню, давным-давно еще когда-то оставлял их. И я их даже вешал, тут они мне висели на стенках. Вот здесь например вот конь счастья висит. То есть такие вот. Ну и плюс сами обложки я оставляю. Знаешь, как вот диски в этих, ну это на рекорд лэблах. Вот когда висят эти платины. Вот здесь точно так же. Вот тут 10 этих блинов висит. Вот. И возникла идея так, чтобы Илья написал на каждом блине какую-то каллиграфию. То есть в смысле прям какой-то иероглиф. Ну там я прям сначала понаписал миллион там текстов. Знаешь, там чуть ли не весь там Дао Дэдзин на одном блине. Как бы Илья говорит, ну типа не очень хорошо получается. И вот вышло, ну тут что-то под 20 штук разных. Там что-то и, ну уже они есть на сайте. И доброта, и любовь, и ясность, и счастье, и Дао. А тираж каждого? Здесь тираж 210 штук. Всего? Да, всего. И 20 вариантов примерно. 20 вариантов, да. То есть грубо говоря там каких-то блинов по два туна, каких-то по одному. Да их они уже, то есть он у нас уже лежит 2 месяца. Я просто не хотел портить как бы продажу. И он уже, мы его сами пили. И уже он как-то так по чуть-чуть разошелся. Понимаешь? Начал чуть-чуть продаваться. Я дарил друзьям. И там кому ясность, кому любовь, кому там доброту, кому от себя и от Ильи. И так получилось. То есть в принципе он сейчас, ну он сейчас, его сейчас уже и не будет скоро. В этом коллекционная такая штука. В этом и задача. Вот вчера закончился Дорума полностью, вышел все совсем. То есть в этом как бы момент не делать это, знаешь, каким-то бесконечным таким проектом, который вот всю жизнь тебя будет кормить. То есть нет в этом задачи. Задача как бы какой-то такой, знаешь, сделать как вот как вот явление. Ну я не знаю даже как правильно это сформулировать. То есть от того, что у него есть конец, вот в этом есть свой как бы смысл. То есть я тоже с Димой там раньше, ну даже и то что спорил, а просто как бы я и говорил давай там продолжим Доруму или там еще там сделать еще тираж. Возможно. Но мне кажется вот в этом все-таки вот он прав, что вот в этом в конечном количестве есть свой смысл. Чайная пьяница 2020 это продолжение того чая? Это другой чай совсем. Вот его больше, его 420 был здесь, 60 тонн. Китайцы минимально делали 420 блинов. Ой, 210. Минимальное количество это 30 тонн. То есть это как бы ноль, от которого можно дальше отскакивать. И соответственно, то есть все блины делаются минимально 210. Вот. Ну и там дальше уже. Поэтому чайная пьяница он другой. Совсем просто пришло как бы время, была классная обложка сделал Кирилл Павлов. Мы сделали, но они чуть-чуть неправильно напечатали, но смысл такой, чай очень классный. Да. Я просто думал, что это не тот же самый, типа то же сырье, оно просто вышло, потому что вам все нравилось, а он закончился. Я думал, что такая песня. Нет. Он совсем другой. Это просто другая ложка. Он совсем другой, просто он как чайная пьяница тоже крепкий, жирный, маслянистый, густой, насыщенный и пьяный. То есть вот как вот типа чайная пьяница. То есть в этом как бы и момент, знаешь, о том, что ну вот как вот он называется, так он увидит. То есть в принципе может быть еще чайная пьяница. Ну верно. Ну у меня еще, там еще десяток есть еще впереди, уже обложек уже готовых, которые будут, и я вчера как раз общался с Ильей по поводу выпуска Шена и Шу вот к Новому году, дай Бог успеем, к следующему, к китайскому Новому году. То есть идея есть, но короче даже если будет чайная пьяница, он будет там в конце следующего года. В лучшем случае, потому что есть там куда добьет. Уже, уже как бы готовится запущен 100 граммовки. Пуэра. Да. Шу. Уже запущены Шен и Шу тоже большие блины. Это уже, ну там как бы Диминова проекта. И с Ильей вот еще там отдельно. То есть как бы мы уже вошли во вкус, что-то делаем. И я искренне надеюсь, что это будет как бы более-менее регулярно, потому что весь чай этот классный, он отличается, он какой-то весь такой. Знаешь, то есть я очень, так сказать, трепещу. То есть может наставить момент, когда в этом магазине, кроме вашего чая, не будет другого чая? Ты знаешь, на самом деле, судя по всему, такая задача даже стоит. Я еще, я сам не до конца это понял, но вполне вероятно, что целью вот этого, целью нашей работы является продажа полностью своего собственного чая. Да. Потому что есть идея сделать белый, есть идея там делать, короче много чего делать. есть идея делать свое и возможность этого есть. И, ну, понимаешь, получается, что любой этот чай, который мы делаем, он выгодно отличается от любого другого заводского. Во-первых, тем, что, ну, есть человек, который отвечает за то, что там внутри. То есть никто не может сказать о том, что вот там китайцы, они там, знаешь, ну, что-то там, они туда засунули. Засунули или обманули. Обманули. Украли, перепечатали. Да, да, да. То есть как бы в данном случае есть конкретно я, я отвечаю за то, что там. То есть у меня есть мое лицо прямо вот на блине или там. Вот я это продаю. Вот, ну, в принципе, это вот тот, как бы, та планка, которую Илья когда-то задрал. То есть он говорит, я сделал этот чай. То есть я действительно единственный человек, который отвечает за то, что там внутри. Я не просто купил там на Элиэкспрессе что-то и кому-то что-то продаю. И, может, даже я вас не обманываю, но меня обманули. Понимаешь? А по факту как бы и меня обманули, и я обманываю, и все тут друг другу какие-то истории рассказывают, которые там, знаешь, ну. То есть вот, например, момент какой. То есть, насколько я понимаю, крайне мало людей пробовали настоящий там какой-нибудь Таи или Менку. Ну, мне так кажется, по крайней мере. То есть чаще бывает всего, что я вижу этот чай у людей в продаже дешевле, чем он стоит в Китае. Ну, его цена реального, настоящего. Плюс, ну, китайцы действительно много делают подделок. Я так понимаю, наверное, думают о том, что мы, в принципе, не очень хорошо соображаем в этом. Справедливо, наверное, как бы. То есть, условно говоря, ты можешь получить хороший блин там Дайи или какой-нибудь Сягуань, что-то такое. И при этом высока вероятность, что это классный, хороший чай, который хорошо пьется, с хорошей рецептурой, действительно напитки и там все у него классно. Но при этом это не настоящий чай. То есть не тот Сягуань, не тот Дайи, не тот Менку и тому подобное. Который там Тулин, который действительно должен быть ну вот по факту настоящий. То есть он хороший. Но при этом он другой, да. Качественная подделка. То есть условно говоря, я тоже делаю чай, но мне удобнее его завернуть и продать его в Украину или Европу или куда-то под маркой Тулин, понимаешь. А сам Тулин стоит дороже. И как бы так я лично сталкивался с тем, что да, мы пьем этот чай, он нам нравится, но это не настоящий чай. И судя по всему этих чаев очень много. А тут получается, что мы действительно вот прям вот, ну это наши. Блин, плюс у него как бы это все сделано руками. Там Илья, мы здесь. Ну Илья, он же контролирует все процессы, правильно? То есть он не позволит, чтобы ему завернули что-то не то туда. Не, ну там понятно, что там еще да там все. Ну как бы я точно уверен, что он не стоит над каждым блином, не смотрит. Ну да. Я не знаю, как это все правильно сказать. Ну раз он свой авторитет кладет на это, блин, значит он уверен в тех людей, с которыми он работает. Да, да. В том числе, конечно. То есть это совместное производство, большую часть непосредственно всего участия там китайского, это конечно Ильи заслуга, то есть это его чай. То есть мы можем там, во-первых, я не очень хорошо понимаю, как чай изменится с россыпи на пресс. То есть есть там нюансы, изменения, я их не знаю, не вижу. Во-вторых, ну честно скажу, для меня те чаи, которые мы делаем, они являются как раз способом больше изучить Пуэр. То есть, условно говоря, я сразу заведомо понимаю, что это чай хороший. И я пытаюсь проникнуть в, ну как да правильно сейчас сформулирую, то есть пытаюсь понять, что же в нем увидел Илья для того, чтобы выделить этот чай среди большого количества других. То есть по какому критерию он оценивал или что в нем такого. Вот смотри, то есть Илья где-то почти два месяца искал аквариум, то есть искал сырье. К нему она приходила, он говорил классный чай, вопросов нет, все супер, но не то. То есть нужно еще время, еще. Ему опять едет из Юнани чая, он опять его смотрит, щупает, трогает, опять пьет, опять говорит не то, опять приходит. И вот, соответственно, пришел аквариум и мы тут пьем, чтобы понять вообще, что там такого, он ждал и что он там такого нашел в этом чае для того, чтобы сказать, что да, защёкнулся этот замок. Вот это интересно. Поэтому, конечно, кайф. И если другие люди к этому относятся точно так же, честь и хвала, а я только рад. То есть мы, получается, тогда формируем как бы более внимательное, более какое-то осознанное, вдумчивое, ну не слово, а как бы проживание с чаем. Вот так. Мне кажется, это важный момент такой. Ты только загрузил тебя. Мне интересно. Есть вещи, о которых как бы я думал. Прикинь, то есть это заведомо хорошо. То есть вот в этом как бы момент, ты можешь на любом Бадуровском чае учиться, понимаешь? То есть ты берёшь, например, там жугуй, и вот жугуй должен быть вот таким. Всё. Это вот эталон жугуя. Понятно, он есть там дороже, какой-нибудь лучше там. Лично сам там его там кто-то с горы Фернандо По, где гуляет лимпопо, там спустил тебе его. Понимаешь? Но вот жугуй должен быть таким. Ты его пьёшь и говоришь, окей. Себе складываешь там его в какую-то свою собственную вкусотеку. И там через там какое-то время ты уже запоминаешь. Точно так же и с пуэрами. То есть это редкий случай, когда можно так. То есть это как бы типа такой, знаешь, лайфхак там для ленивых. То есть в смысле ты можешь сам пройти весь этот путь, а можешь пройти его быстрее, проще и интереснее значительно. Вот в этом кайф. И тут естественно Илья выступает как учитель. То есть человек, который может показать, рассказать и научить. Ну класс, очень круто. То есть редкий случай на самом деле. Ну я так много встречаю как раз. Вот среди там своих же, например, людей, которые ко мне обращаются. Они сначала что-то покупают у меня подешевле, потом что-то подороже. Потом смотришь – пропал. Это Алиэкспресс, какие-то непонятные сайты, инстаграммы. Ну человек изучает, изучает, изучает. Но он проходит какое-то время, он приходит и покупает уже там чай. Чайного пьяница Ильи. Ну то есть все равно какие-то скитания происходят, поиск, что-то еще. Я все-таки настаиваю, что это наш чай. Ну то есть Илья, да, молодец. Класс. Чайная пьяница и Ильи. А, Ильи, да. Хорошо, ну вырежем. Илья, вырежем. Забуду. Илюхины чаи, они продаются на постсоветском пространстве. Они есть в России, они есть в Беларуси. Не знаю, где дальше, там еще они есть. А чьи чайного пьяницы, кроме Украины, где-то продаются? Ну на самом деле не так много совсем. У нас есть ребята в Молдове, куда мы отправляем. Мы вот вчера прям буквально отправляли чай. То есть, ну да. Потом, ну в Беларусь немного покупают. В России крайне мало этого чая. Но его покупают не в магазинах, а просто люди. Нет, просто кто-то, да, там не знаю, кто-то ехал мимо, проехал там, да. То есть, получается как бы мы являемся прям представителями Ильи в Украине. И у него на сайте написано о том, что вот типа мол есть вот такие люди. Чайная пьяница, магазин, который прям является его представителем тут. У меня может быть не весь ассортимент его. Там есть какие-то нюансы по ассортименту, которые, ну я посчитал, что мне это не надо. Но, условно говоря, представителей чайного пьяницы, их еще где-то в других странах нету. Нет, я просто говорю о том, что у Ли есть, а у Ли нету. Но представителей чайного пьяницы и в Украине мало получается пока. Чай на продажу покупают мало. То есть, в первую очередь, покупают чай для того, чтобы попить или там, ну какой-нибудь там в чайный клуб, там знаешь, какую-нибудь там кальянную, в какое-то чайное, какое-то типа место для того, чтобы просто попить, поломать и защитить. То есть, он продается, но не продается в таких как бы объемах, масштабах, как у тебя или как я продаю чай Ли. То есть, я запутал тебя, ну короче, смысл такой. А в других странах пока представителей нету. Да я думаю, как бы это не тот объем для того, чтобы появились представители. То есть, там 400 блинов или 200, ну это как бы, ну вот, может цифра выглядит как там, знаешь, там масштабно. И там, условно говоря, там магазин где-нибудь там, ну короче, там когда-то мне эти там 200 блинов казались бы многим, да, я бы сказал бы, блин, это там год продавать-то. Ну нет, это не так много. То есть, в этом я же говорю, как раз есть и момент о том, что ты можешь как бы саккумулировать свое, свое творческое какое-то вот желание какое-то и выпустить этот блин, и он быстро расходится достаточно. И от него остается только, знаешь, как у кометы, такой хвост, что вот он был классный, и потом приходят люди и говорят, что Пушкин закончился, знаешь, или вот конь был классный, там, вот такие вот дела. То есть, вот в этом как бы смысл, что вот он вышел, ну и кайф. И мы там, может быть, сделаем вот сейчас чай, который будет похож на этого коня, а может нет, знаешь. Объективно, объективно, я тебе могу сказать, что вот это тоже, кстати, отличительная черта того продукта, который мы продаем и Ильи. То есть, 100% этот чай стоит дороже, чем он стоит. Вот это как бы, типа, через какое-то время ты понимаешь, что вот, ну, по меньшей мере, вот он точно этих денег стоит, и вот, как бы, все отлично. Понимаете? Да, если взять, там, типа, рецепт китайский еще, возможно, с какой-то подделкой, да, там, который будет стоить в полтора-два раза дороже того же Пелевина, к примеру, а по качеству будет, ну, как бы, такой же, да, например. А может быть, и Пелевин ярче. И тогда ты понимаешь, что, блин, чай-то оказывается недорогой. Плюс ты понимаешь, что это Виктор Олегович, ты понимаешь, ты знаешь меня, знаешь, там, куча, все тебя люди знают, им интересно, видно, как эта обложка сделана. Ты понимаешь, что это труд, что-то не просто, там, выпустили, знаешь, там, миллион этих денег. Ну, короче, в этом есть такой, какой-то вот нюанс. То есть я лично люблю, вот, люблю покупать что-то, вот, у людей, которые делают это все своими руками, как бы, там, пропускают. Вот ты делаешь футболки, люди у тебя эти футболки покупают. Это же кайф. То есть они могут купить, там, Nike, Adidas, ну, это же не интересно. Даже если она лучше по качеству. У меня же лимит, я вот недавно, чувак передо мной заходит в моей футболке, там, бородатого клуба. Понимаешь, вот, вот, это как бы, поэтому тут тоже включаются вот эти, как бы, такие процессы, как мне кажется. То есть тоже вот эти вот моменты тоже вкручиваются в то, что все равно, так или иначе, ты понимаешь, что здесь вложена частичка внимания души. И в этом, ну, в этом и смысл, как бы. Ну, прикинь, то есть как бы ты, ты как бы подписываешься, знаешь, о том, что ты гарантируешь качество. Это такой, как бы, важный момент, как по мне. И я стараюсь там, условно говоря, там, ну, стараюсь увеличивать количество вещей или количество продуктов, которые вот так или иначе попадают в зону моего внимания, чтобы они имели лицо, чтобы я знал, кто это сделал, там, не знаю, ремень, понимаешь, кто, от кого вот этот, там, услал хлеб, там, знаешь. Ну, вот, мне это, мне так интересно. То есть, мне это радует, я люблю это. То есть, кто там вот делает вот, вот эти помидоры, вот эти. Ну, как-то так, не знаю, мне в этом кайф какой-то. То есть, я, может быть, я старый, я не знаю, я получаю от этого удовольствие. От того, что я стараюсь общаться с людьми или, вот, пытаюсь, как бы, вот, в зону своего внимания включить чуть-чуть больше информации о том, что попадает ко мне, там, и вообще. Мне кажется, это интересно. То есть, вот я сейчас получил целую кучу, как бы, всяких разных, там, историй для бороды, для, там, ухода за бородой. Ну, они же не просто, я пошел их магазин купил, понимаешь, а это лично от тебя приехало. То есть, соответственно, уже есть в этом тоже частичка внимания. Ты выбирал, ты делал. Ну, то есть, оно только обогащает. То есть, оно не может, как бы, знаешь, уменьшить. Да, я подхожу тоже к этому вопросу. Ну, как-то так. Я через себя пропускаю, большую часть я отдаю назад. Я же не со всеми работаю, как бы. И, ну, со мной многие даже поэтому не любят работать, потому что я очень сильно вредный, возмущаюсь, накрученный, там. Слишком деловой, то есть, ну, мне же присылают на тесты продукции. Я смотрю, говорю, нет, чуваки, вы ничего в Америку не открыли, до свидания. Как бы, ну, вот так вот они, блин. И, соответственно, что, то есть, там, через какое-то время, там, то есть, любой мир борода. И сразу равно, там, понимаешь, вспыхивает лампочка. Здесь тоже самое, абсолютно. И в этом кайф. Судя по всему, мы к этому все придем. В том, что, блин, ну, лучше знать, кто это все делает. Как бы, лучше, ну, как бы, ты, во-первых, общаешься с человеком лично. Во-вторых, короче, много тут фактов. Ты, в том числе, как-то ему помогаешь, что ли, продавать, понимаешь. Ты общаешься с ним, ему полезно твое общение. Он получает какую-то мотивацию, потому что есть конкретный человек, который ему говорит, сообщает о чем-то. Ну, это миллион факторов, которые так или иначе влияют на вот это все. И чай, это как раз очень важный и нужный, как раз в этом плане, вот, ну, как бы, я не знаю, там, вот, сегмент, часть вот этого. Потому что тоже чай, это же мы его, ну, во-первых, каждый день пьем, а во-вторых, еще что он живой внутрь, он нас как-то изменяет. И от того, как ты к нему относишься, соответственно, изменяется и все, вся твоя история внутри. Действительно, на самом деле, проще всего купить там на Алиэкспрессе или там, условно, перепродать. Просто продать, да, перепродать, и ты такой, типа, ну, вот так, знаешь, ну, такой чай, ну, да. Мне кажется, что он негодяй. Чай, таким образом, мне кажется, что он не продается, скорее всего. Не, продается, но только, ну... Ну, может быть, не тем, либо там, один раз купили и больше не пришли. Ну, не знаю, как это, потому что... А потом человек говорит, я купил на Алиэкспрессе, ваш пудр. Знаю я, ваш пудр. Отвратительно, да. Знаешь, вообще, что у меня, посмотрите, сено. Ты смотришь, что это реально сено, но я не знаю, зачем докупил его. Ты можешь абстрагироваться, вот ты уже плюс-минус там, там, какое-то время попил, ты уже там что-то покупал, ты уже залез на Алиэкспресс. И тут ты, например, видишь у Любомира Бороды чай. Ты заходишь и видишь, он стоит, там, тысячу гривен. Но ты его видел на Алиэкспрессе за 500, там, допустим, понимаешь? И ты не можешь абстрагироваться от этого. Ты пьешь этот чай, думаешь, вот, Любомир Борода, 500 рублей наварил. А я там пью его, блин, еще и чай какой-то, блин, говно, знаешь. И все вообще они такие негодяи. Вот ты не можешь как бы от этого, ну вот понимаешь, да? А плюс, ты там через какое-то время, ты уже плюс-минус понимаешь, что сколько стоит, как оно там где как, ну вот. А тут ты пьешь этот чай, и тебе не важно, сколько он стоит. Потому что вот он один такой, и его больше нигде нету. Это действительно чай, который мы не перефасовываем. Тут да, там, это только для нас уже спрессовали. Мало того, его даже повторить нельзя. То есть вот люди говорят, да о конь классный, еще вот конь еще был, его уже сделать нельзя было, понимаешь? И нет у него цены, как бы, есть просто, ну вот, то есть, и все. Вопрос в том, что каждый чай наш отличается от предыдущего. И по качеству сырья, и по как бы качеству задумки, что ли. То есть он весь разный. Но чаще всего бывает, что тут уже, как знаешь, как вот Марадон на 86 году, когда рукой забил гол, помнишь? Он сказал, что даже если это была рука, это была рука Бога. И вот тут то же самое. В каждом из блинов есть какой-то нюанс, который, так или иначе, как бы, ну вот, не от нас зависящий. Вот конь счастья и Шен и Шу, они были, в общем, с двумя обложками. То есть первая, ну вот, в смысле, одна была русскоязычная и счастливый конь счастья, а вторая была счастливый кинь счастья. И китайцы так посчитали, что нужно выпустить только вот в русскоязычный. Пушкин выпускался с его подписью Пушкин и с иероглифическим написанием Пу Сидзинь. Китайцы посчитали, что нужно только Пу Сидзинь оставить. То есть потом там, например, аквариум делался. То есть вот этот вот круг с вот этими волнами, с этим вот, как направлением движения, они должны были заходить за сам блин. Но, опять же, так как бы вот они его так распечатали, то есть в каждом блине есть какие-то нюансы, которые уже от нас не очень сильно зависят. Знаешь, то есть оно все как бы происходит, как будто живет свою собственной жизнью. То есть мы что-то делаем, а дальше уже оно как бы дооформляется самостоятельно. В этом есть какой-то свой, ну не знаю, знаешь, как вот прям ценность такой. То есть какая-то есть какая-то своя. Ты это не воспринимаешь как невыполненное ТЗ, правильно? Ну то есть вот условно говоря, то есть вот этот вот блинчик старое чайное дерево, который еще не появился, но который будет, да? То есть здесь обложка должна была быть ярче. То есть и вот эти все листья, как бы они должны были быть такими прям, понимаешь? Сочными. Да, сочными. Да, то есть и вот тут как бы здесь типа вот одна обложка, когда разворачиваешь, появляется весь замысел. Там дерево, на дереве птица вот та самая, которая и прочее все. А этого здесь не видно. То есть если видно, то видно как бы там достаточно там смазано-размазано. То есть и соответственно, ну окей, есть такая же. То есть как бы каждый блин, он как будто еще как бы помимо нашего внимания еще как-то типа дополировывается чем-то или кем-то. То есть и в этом тоже есть свой какой-то момент, знаешь. В этом есть тоже своя какая-то история такая. Часто бывает, что я тут в запаре, что-то мы там делаем, какие-то коробки движ, люди. Тут заходит человек такой, знаешь, там типа, здравствуйте. Знаешь, типа. Я с Мурманской. Да, да. Я там вот выпьем. Знаешь, типа. Я такой, блин, братан, вот у меня тут габы пять грамм, я там подмышкой привез. Знаешь, давайте пацаны мыть. Да какое там давайте, братан, пока. Ну вот что-то такое бывает. Ну слушай, я очень рад, что есть такой момент. На самом деле, чем больше чайных людей, тем больше чайных людей. То есть каждый как бы понимает, что он делает вклад в общее служение чаю и вот в какой-то, знаешь, в развитие вообще всего чайного. Чай – это трансформация. Чай – это путь. Мне действительно очень приятно, радостно видеть, когда люди при помощи чая свои какие-то творческие идеи воплощают. Когда чай действительно помогает реализовать какие-то проекты. И так или иначе, вот чай уже заходит в очень многие какие-то такие нюансы, знаешь, ну вот и музыкальные, и художники, и большое количество людей. И режут по дереву, и так или иначе чай присутствует здесь везде. Вот, и если через какое-то время люди начнут выпускать там свои собственные блины, или свою собственную посуду, или резать доски, или организовывать там какие-то мероприятия, будет только классно. То есть, чем больше, чем больше участия чая вообще в жизни, как таковой, ну, как мне кажется, тем будет только лучше, тем будет только в кайф. То есть, потому что как-то, ну, мне кажется, это прямо вот одно, понимаешь? То есть, такой, то есть, чай является неотъемлемой частью какого-то творчества. Вот так. И мы просто показываем, что да, можно делать и так. То есть, если вдруг мы там захотим, я не знаю, пока идеи не было, можно выпускать свои чашки какие-то, или свои чайники, тоже кайф. Поэтому, чем больше людей будет этим заниматься, тем будет только в плюс. Пока, естественно, это все развивается как угодно, достаточно хаотично, но кайф. Вот в этом, в 2020 году была идея организовать у людей фестиваль. Позвать туда Бронислава Брониславовича Виногродского в Карпатах, ну, там не получилось. Ну, может быть, там организуется фестиваль в следующем году, как бы. То есть, есть масса, как бы, идей, куда так или иначе чай может зайти и как-то, как-то помочь всем реализовать себя, или просто как-то, знаешь, какой-то общий вектор направить. Так что, супер. Ну, твоя же жизнь тоже же изменилась по поводу чая, правильно? Да? Прям сильно. Ну, вот, да. Поэтому тут вопрос, как бы, такой, да. Вот это место без чая бы тоже не появилось. И я был бы другой. Я раньше был, этот, высокий, волосатый, без бороды. С папкой под мышкой в пальто. Так что, такие дела. Да, и, ну, искренне надеюсь, потому что чай меняет людей, и меняет место, и меняет пространство, меняет образ и направление мысли. И чем больше чая и чайных людей, тем больше изменений, которые, как мне кажется, только в нужную правильную сторону. Угу. Это точно. Вот. Аминь. Чай. Выключай. Я в принципе включил. Никак не могли собраться, да, то другое, то карантин, то и какие-то вот эти штыки. Ну, подожди, это только начало, мне кажется. То лето, блин, то и как-то, я думаю. Все тебе мешает, короче. Давай за встречу. Давай я тебе, слушай, жука положу рядом. Жук как-то все-таки, ну, как-то гармонизирует твое личное пространство. Да. Классно. Будет рядом находиться, и тебе сразу по-другому чай пития пойдет.